День поправок. Парламент сегодня активно занимался депутатскими замечаниями к законопроекту об антикорсуде. Большинство поправок отклоняли, да и поддерживать их в зале, где было немноголюдно, было особо некому. Главным вопросом остается положение о роли международных экспертов при отборе судей. Почему коалиция не готова идти на компромисс с МВФ? Давайте узнаем. Они начали сегодняшний день с 236-й поправки к законопроекту об антикоррупционном суде. К завершению утреннего заседания едва приблизились к экватору. Мы не прошли еще и половину поправок, но профессиональная экспертная думка и дискуссия в зале, я уверен, и поможет нам в конечном варианте принять правильное, согласенное решение. Всего к законопроекту на 19 страниц нардепы дописали порядка 2000 замечаний. И все поправки нужно обсудить, хоть и в полупустом зале. То, что сейчас идет рассмотрение законопроекта, это доброе. То, что проходят по поправкам, это доброе. И это не затягивание процесса. Мы можем говорить про финальную версию, выключно после того, как будут рассмотрены почти 2000 правок. Финальная версия законопроекта – это согласование ключевой поправки о том, у кого будет право вета при отборе кандидата в суде, Совета международных экспертов или ВККС. Есть одно важное вопрос, о котором сегодня нет согласия. Это вопрос механизма, кто добирает судей и какая роль международных в этом процессе. Все еще есть резервы того, что не договорятся. И тогда возникает вопрос, что мы будем делать с финансами страны. Где мы найдем дополнительные 3-6 млрд долларов, чтобы рассчитывать только этот год за нашими обязанностями. Я не хочу, чтобы борьба с коррупцией была фарсом и только способом получения дополнительных денег от Международного валютного фонда. Для вопросов, зайдите на сайт Международного валютного фонда, кто владеет английским, або на сайт Министерства финансов, там должно быть украинская версия меморандума с Международным валютным фондом. И знайте там хоть одно слово, где написано «залежность чергового траншу» от того, какой способ оборудования судей антикоррупционного судья. Я вам скажу одверто, вы этого там не найдете. Это неприятная история, конечно, потому что прекратится сотрудничество с Международным валютным фондом, от которого мы на самом деле залежим на сегодняшний день. Это правда. Но это не катастрофа. В блоке Петра Порошенко уверяют, их фракция за создание антикоррупционного суда. Но вот роль международных экспертов не должна быть решающей. Дескать, это противоречит Конституции. Если у нас статья 5 говорит о праве народа действовать владу, або шляхом выбора своих представителей, то это точно не представители другого страны. Это внешнее управление. И есть разные конструкции, как можно сделать, чтобы не порушить логику законопроекта и желание наших доноров впливать на вопросы, но и не порушить Конституцию. В данном случае на это закрываются очи и идет шантаж, как шантажуют наркоманы. Доза – это финансовое влияние. Они хотят только в том виде, что они хотят все. Там есть куча аргументов. Говорят, что если вы не получаете деньги от нас, вы получаете агрессию от России. Есть куча разных аргументов. Кому звонят и говорят, что у вас будет аннулирована виза. Кому скажут, что вы будете втрачать власть за кордоном. И по настроениям того же блока Порошенко ясно, что фракция не согласна отдать решающее слово при отборе судей международным экспертам. Мы же этот закон голосуем не для международных партнеров. Мы его голосуем для Украины, для украинцев, для того, чтобы реально побороть коррупцию. Поэтому мы должны его выписать таким образом, вне зависимости от того, что говорят международные партнеры, чтобы он действовал. Поэтому форма сотрудничества Конституционного органа, высшей квалификационной комиссии судей и, по большому рахунку, не Конституционного, а Допомежного ради международных экспертов, сейчас выписывается. В целом, против законопроекта выступает оппозиционный блок. Там заявляют о ненужности еще одного антикоррупционного органа. Сегодня нет общей позиции между БПП и Народным фронтом. И они затягивают рассмотрение права, затягивают внесение закона в суд. Боятся, что провалят и будут выглядеть совсем ничемными перед закидными партнерами. Гораздо простейше и честнейше было перед общественным висловить свою позицию, как вы себе понимаете реформирование всей судовой системы, что все суды были антикоррупционными. А не вы докремливаете один суд, призначать из-за иноземцев на посаду судов. Мы это уже проходили. Мы видели, чем завершилась эпопея с призначением иноземных граждан на посаду министров. Наша позиция не изменена. Мы считаем, что вся судовая реформа должна быть реформована. А выделение окремо взятого, будь то справедливого суду, и оставить всех и все другие нереформированные, непереформированные, это неправильно. Мы не будем голосовать за этот закон. В любом случае финальное голосование приносится на следующую пленарную неделю. Завтра на РДП снова продолжат рассматривать правки к документу. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиненко, Максим Чеблин, Василий Миновщуков. Подробности телеканал Интер.